Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Взбывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в 3 часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня в программе Очевидец Мы расскажем об очень интересном человеке Я думаю, что даже знаменитом Великом человеке для Латвии Жизнь которого По многому В его юные годы И в его зрелые годы Была связана с Россией И с таким Пугающим Может быть некоторых сегодня словом Как Дальстрой Дальстрой это была организация Главного управления лагерей То есть ГУЛАГа Созданная, кстати, тоже Латышом Берзиным И наш герой Карл Спрингес Работал там В 30-е годы Работал как специалист А не как заключенный Или какой-то репрессированный человек И является первооткрывателем Множества Месторождений полезных ископаемых В этом регионе На Колыме И затем После войны Уже он приехал в Латвию Был Деканом Географического факультета Латвийского университета А после этого Организовал институт Всесоюзный Научно-исследовательский Институт Морской геологии В НИИ Моргео И это была Организация Ну Союзного значения Очень Значительная И большая Про которую нам сегодня Расскажет Ее бывший сотрудник И ваш хороший знакомый Константин Рангс Добрый день, Константин Добрый день Добрый день Итак О Спрингисе Мы начали говорить Это Карл Яковлевич Спрингис Который был Старшим сыном Бедной крестьянской Семьи Проживавший В семье В селе Наще Черновской Волости Новгородской Губернии С конца 19 века Населенном В основном Латышами В семье Кроме него Было еще Девять детей После гражданской Войны Карл поступил Учиться На латышский Рапфак Был такой В Москве После которого Был зачислен В Московский Геологоразведочный Институт Но надо сказать Что вообще Вот Советский проект 20-30-х годов Он был Во многом Связан С Романтикой Такой Открытий И вот Геология Геологоразведка Она стала Таким популярным Направлением В те годы Поэтому Желание Открывать Новые земли Месторождения Искать Полезные Ископаемые Для родины Оно было Характерно Вообще Для многих Молодых людей И этот Институт Геологоразведочный Воспитал Не одно поколение Специалистов Вот этой Отрасли О Карле Яковлевиче Спрингисе Латышский Рафак Это было Такое Тоже Уникальное В общем-то Учебное Заведение И уникальное Оно было Не только Тем Что Там Учились Так сказать Национальные Кадры Но и тем Что Сейчас Секундочку Я со звукорежиссером Решу вопрос Со связью Не переключайтесь Пока Вы можете Может быть Попробовать Звонить нам В студию По телефонам 672-12-93-9 672-13-93-9 И Задавать Свои вопросы Ну пока Мы связываемся С Константином Я немножечко Еще расскажу О Спрингисе Итак На Колыму Он получил Распределение Это было Дело Для Ну как бы На Эти На поиск Месторождений Требовали Специалисты Поэтому В порядке Распределения Этих специалистов Запрашивали В вузах И они Получали Назначение В ту или иную Геологоразведочную Организацию Вот И Карл Яковлевич Вместе С Еленой Николаевной Васильевой Со своей супругой Они отправились На Колыму Работать Значит В течение 15 лет Спрингис Возглавлял Вдольстрой Работы По разведке Исследованию А затем И разработки Синдученского Месторождения Полезных Ископаемых В которых Среди которых Очень важное Значение Имели Олово Золото И Другие Металлы Которые Необходимы Были Для промышленности Для Оборонной Индустрии И так далее Вот И В этот Период Начались Ну В 37-38 Году Происходили Так сказать Процессы Против Различных Врагов Народов И поиски Этих врагов И Одним Из таких Процессов Было Так называемое Дело Латышей И Вот Один Из Учащихся Бывших Выпускников Латышского Рабфака Просто В ходе Этого Процесса Создал Всех Своих Однокурсников В том числе И Спрингиса Вот Однако Дело Против Него Было Невозможно Реализовать Потому что Карл Яковлевич В этот момент Находился Ну там Собственно говоря Куда и Отправляли Значит Репрессированных То есть На Колыме Находился он там По своей Как вы понимаете Воле И Занимался Общественно Полезным Трудом Поэтому Никто Из геологических Партий Его выдергивать Не стал Вот И таким образом Он благополучно Пережил И латышское Дело И репрессии А сейчас Мы уже Снова Связались С Константином Рангсом И Продолжим Разговор с ним Как вы пришли В геологию Константин Ну как Господи В середине Семидесятых Годов Это же было Очень популярное Дело А у нас В Риге В музее Природы Был Клуб Вот такой Кружок Юных Геологов Я туда ходил В то время Костя Константин Значит Романтика Геологии Она Так сказать Пережила И Тридцатые И сороковые Годы И пятидесятые И благополучно В семидесятые Вас В свои Так сказать Сферы Затянуло Ну надо сказать Что она же появилась Не только в советском союзе И не только в советское время Интерес К геологии К познанию Окружающего мира Он был всегда И надо сказать Что Я вот встречался С американскими С японскими коллегами И примерно У всех была Одна и та же Одни и тот же Интерес Одни и те же Приключения Желания Даже некоторые книжки Мы одни и те же Читали Например Того же самого Живе верно Таинственный остров Так что Это все Достаточно Достаточно Классический Подход И сколько лет Вы в этом кружке Занимались Ну Недолго Недолго Но Факт То что я помню Его Это было Конечно Очень хорошее Дело И кстати По-моему Этот кружок То как раз Вот Смей Смей Как вы Как вы вообще Первый раз Узнали О существовании Института МНИИМОРГЕО И как вы Познакомились С этой организацией А ну Про институт МНИИМОРГЕО Я узнал Когда уже Стал учиться Изучать Диалогию В Вильнюсском Университете Естественно Что тогда Уже Было Было Ясно Что из Вильнюса Нужно будет Возвращаться В Ригу И Нужно было Подобрать себе Место Будущей работы А тут Как раз Вот Я узнал Что есть Такой Институт Это было Очень интересно Я когда-то Еще до того Как хотел стать Геологом Я хотел стать Моряком В плане Океанографа Вот так Там была идея Но в океанографе У меня Не получилось А вот Морским геологом Получилось В 82-м году Я на Производственную практику На вторую Уже попал В В НИИМОРГЕО И Ушел в море Первый раз То есть Этот институт Научно-исследовательский Обладал Собственным флотом На котором Вы уходили В море На одном из кораблей Да Надо сказать Что конечно Начинали мы Тогда На очень маленьких Судах Вот например Судно На котором Я пошел В море Это было Судно Капитан Бурке Это был Переделанный Так называемый Средний Рыболовецкий Траулер Водоизмещение В восточную В восточную Часть Баренцево Море То есть Сами Есть разведчики В данном случае Нефтяники Которые Они как раз Нефтяники Тоже геофизики Всякие бывают Они Короче Выясняют Что здесь Есть нефть Или газ И какие-то Другие Полезные Сельскопаемые Вот Но дело все в том Что для того Чтобы это добывать На море Нужно построить Платформу А платформа Это очень тяжелое Опасное сооружение Поэтому Нужно произвести Изыскание Морского дна На что вы будете Эту платформу Ставить И вот тут-то Нужны как раз Уже морские Изыскатели И вот в ней Маргео Это как раз Был институт В котором Как раз И развивалось Это направление Морской Инженерной Геологии И не только В интересах Нефтяников Но например В интересах Берегового Укрепления Тоже самое Латвии Да Таким образом Круг Ну Научного Познания Которым Занимался Институт Он Охватывал Фактически Всю территорию Советского Союза А почему Этот институт Базировался Именно в Риге Это Личность Спрингисона Это повлияло Почему например Не Ленинград Или там Не Владивосток Были центром Такого Исследования Ну надо Заметить Что Дело все В том Что конечно И огромное Значение Имеет Личность Самого Спрингиса Он был Очень активный Человек Большой Энтузиаст С очень Хорошим То что Называется Сейчас Бэкграундом Он действительно Когда вернулся В 1947 году С Колымы Это был человек За встречами Которого Было Открытие Разнообразных Месторождений И вот Он очень Быстро Стал Член Корреспондентом Академии Наук Латвийской ССР Большим Очень Большим Специалистом Уважаемым Специалистом И не только Допустим В Латвии Но и Что называется В Москве Ведь в ней Маргео В известной Мере Это же было Как такое Дочернее Предприятие От Всесоюзного Геологического Института И было Вполне Понятно Почему Все таки Латвия Посмотреть На ее Очертания Она Очень Тесно Связана С морем И по Большому Счету Как мы Уже Сейчас Видим От того Насколько Мы хорошо Себя Представляем Динамику Берега И моря Зависит От того Как будет Развиваться Портовое Дело Что будет Твориться С берегами В общем Очень много Вещей Важных И поэтому Спрингисон Конечно Подталкивал Развивал Идею Изучения Вот этого Взаимодействия Геология Берега И моря Поэтому Собственно Говоря Он и пробил Ну кто пробивал Тот и пробил Он создал Этот институт А дальше Возникал Следующий Вопрос Советский Союз Большой Был И естественно Что невозможно Из Риги Ходить Проводить Исследования Например На Дальнем Востоке И тому Стали появляться Потом Экспедиции Которые Выезжали В разные Места Так что Я могу Сказать Что Это Очень Была Большая Большая Организационная Работа И то Что Спрингис Был Каким Энтузиастом Это сделал Он столкнул Вот эту Инерцию Он запустил Этот процесс Естественно Тут же Подхватили Идею Многие Другие Энтузиасты Этого Дела Мне Вообще Повезло В свое Время Общаться И работать С ними С людьми Которые Помнили Как они Начинали В свое Время Со Спрингис И я Хочу Сказать Что Конечно Это Огромное Поле Деятельности Для людей Которые Хотели Бы Составить И могли Бы Составить Историю И Латвийской Российской Может быть Советской Науки У нас Есть звонок Давайте Послушаем Вопрос Читать Слушателя Добрый день Добрый день Прежде всего Хочу сказать Константину Слова благодарности За все За все его выступления Обычно всегда Качественно Очень взвешенно И интересно Что самое главное И второе Я обычно Всегда негативно На все смотрю И сейчас тоже Негативно смотрю Так у нас Вот от этой Отрасли О которой вы сейчас Рассказываете От Спрингиса Вот от этой От этого Подразделения Науки И всего остального Хоть что-то Осталось Или же Опять же Все убито То есть я вот так Давайте сформулирую Ну не может быть Чтоб у нас в Афии Где все так прекрасно Развивается Это все Нашло бы на ноль Я прав или не прав? Спасибо Да Константин Ну во-первых Изрядно Тут нужно учитывать Следующую вещь Что От Ведь вне мордео Вот опять-таки Да Оно Со временем Это уже было Начало 80-х годов Превратилось Во всесоюзное Морское Научно-производственное Объединение Союз Мороинж Геология То есть экспедиции На местах Стали развиваться Они стали получать Новейшие суда Вот сейчас Трудно себе представить Но в 83-м году Из Японии Приходили в экспедицию На Дальнем Востоке А затем Из Финляндии В экспедицию В Мурманск Да Суда Которые были Освещены Самой новейшей Техникой Там были Новые Компьютеры Там была Самая лучшая Аппаратура Парадоксально То что Московские Специалисты Они просто Что называется У них Телюсть Когда Они понимали Всем работают Наши специалисты Огромно Поскольку Все было новое То очень активно Привлекалась Молодежь И это было Тоже очень важно И постепенно Да Вот я например Из Немарге Меня из Риги Отправляли Работать И на север И вот На Дальний Восток И за границ В том числе Потому что Работы были Очень большие Но с момента Распада Советского Союза Естественно Эти подразделения Они стали Независимы И надо сказать Что например Сахалинская Экспедиция Да прекрасно Они работают У них там Самые большие Платформы в мире Построены На сахалинском Шельфе Которые прекрасно Работают Добывают Там международные Консорциумы Работают Например Мурманск Ну то есть Очень активно Работают Константин Сейчас секундочку Я перебью Я просто хочу Уточнить Для слушателей Что экспедиция Это была Не экспедиция Которая выехала Куда-то И потом вернулась А экспедиция Это было Постоянно Базирующееся Подразделение В НИИ Маргео На местах То есть Таких экспедиций Было несколько И в том числе Тихоокеанская Мурманская И наверное Еще на Черном море Была В Одессе Да Тоже То есть Это была структура Объединения Но головное Место Оно было Центр В Риге Здесь В Риге Сейчас это на улице Экспорта 5 Вот И еще подразделение Было В Бабите В Бабите Там по-моему До сих пор Осталась Вот эта Дочерняя Тоже Часть Там было ККБ Конструкторское Геро Которое Разрабатывало Свою технику Моя аппаратура Там лаборатория Была Замечательная Там получали Прекрасное Интересное Оборудование Например Но это можно Долго Рассказывать Сейчас Там есть Люди Которые Работают Они правда Работают По законам Российских Как я понимаю Казахстанских Предприятий Но это предприятие Во всяком случае Сохранилось В Латвии Не совсем Умер этот Институт А в Латвии Сохранилась Его Маленькая Часть В качестве Частной компании Перешли Работать Вот в наш Центр Среды Который В том числе Центр геологии Там Метеорологии Вопрос Видите В чем дело Геология Сама по себе В любом виде Она Очень дорогое Затратное Дело Очень дорогое Очень сложное И еще одна вещь Которую К сожалению Нужно учитывать Дело все в том Что Геолог Может Исследовать Какой-то объект Какой-то процесс И увидеть его Один раз В жизни А может Вообще В жизни Не увидеть Ну понимаете Вы как Вулканолог Например Повезет Или не повезет Вы изучаете Вулкан И вы знаете Что он взорвется Но когда Он взорвется Я например Работал У меня было Две темы Которые были Связаны С землетрясениями С эпидемиологическими Землетрясениями В 95-м году Землетрясение На Земле Не произошло Я точно знаю Что следующее Землетрясение Такого Типа Происойдет Через 80 Понимаете Это нужно быть Очень терпеливым Человеком Чтобы прожить Где-то лет 140-150 И дождаться Следующего Хорошо В геологии Это очень важно У нас есть звонок Давайте послушаем Добрый день Говорите Добрый день У меня вопрос Константину Я объясню С чем он связан В 80-х годах В Риге Проходила Международная конференция В НИИМАРГЕО А я как раз Тогда работал Звукооператором В одном из домов Культуры И это все проходило У нас По-моему Три дня Нашла И у меня В операторском помещении Где находилось Все оборудование Все эти три дня Сидели два сотрудника Комитета госбезопасности В том плане Чтобы я Не смог записать То о чем Говорили на конференции У меня в связи с этим вопрос Давали ли сотрудники В НИИМАРГЕО Расписки О неразглашении Результатов Исследований Спасибо Хорошо Я могу прямо сказать Существовал конечно Первый отдел И естественно Были Уровни допуска Но Сами понимаете Вопрос-то там Касался не оборонного Значения Вот в прямом виде В таком Да А вопрос я бы сказал бы Даже больше В коммерческой тайне Потому что Если сказать просто Да Вы проводите исследования На месторождении Где собираетесь Построить платформу И вы знаете Что если Количество нефти Которое вы Добудете В этом месте Стоит К примеру Один миллиард Долларов Да А платформа Будет стоить Условно говоря Миллиард С копейками Ну потому что Место очень плохое То есть Получается Что если вы Знаете Геологические условия Этого места То вы Обладаете Потрясающей Информацией Для любой Биржевой Игры В том числе Кстати И политической Игры Буду я тут Строить Сорождение Не буду Строить А Поэтому Эта информация Очень важна И естественно Что даже И в то время Тоже Как раз Очень волновались Советские власти По поводу того Чтобы Ценная информация Которую можно Использовать В тех или иных Целях Не уходила В сторону Это да Это И причем Надо заметить Что конечно Не все Были Скажем Покрыты Вот этими Под колпаком Но есть Была информация Которая была Совершенно засекречена Это вот так Ну Надо объяснить Что Наверное Любая страна Защищает свои секреты И Промышленный шпионаж И Поиски Этих секретов Ноу-хау Патентов Никто не отменял И На самом деле Это источник Большого Интеллектуального Капитала И Наверное Одна из Таких основ Благосостояния Любой страны Да То есть Ее Научные Разработки Возможности Их реализовывать И так далее Поэтому Ну да Сегодня Может быть В организациях Научных Исследовательских Нет Первого отдела Первый отдел Это был отдел Который Надзирал За секретностью Но Тем не менее Их разработки Наверное Тоже Весьма тщательно Охраняются Это конечно Любое Исследование Которое Имеет Коммерческую Ценность Всегда Есть опасность Что его Украдут Промышленный Шпионаж Появился Еще Что называется До Рождества Христова Вот И нет Никаких Представлений Что он Пропадет Вот я просто Считаю Что В нашем Случае Это как раз Было попытка Остановить Не дать Появлению Вот этого Промышленного Шпионажа А промышленный Шпионаж Информация О каких-то Возможностях Страны Она естественно Имеет Возможности Имеет Ценности И для Политических Различных Игр Поэтому Они считали Что гораздо Лучше И чтобы Никто Не знал Истинное Положение Дел Константин Вот Мы сегодня Считаем Что у Латвии Есть приоритет В ряде Отраслей Науки Ну Например Там В физике Твердого Телла Там Или Еще в Каких-то Отраслях В лесной Индустрии Например Но Сохранил Латвия Свой приоритет В морской Геологии Или Все-таки Это Осталась Эпоха Спрингиса И Его Школе Его Научному Направлению Не удалось Пережить Вот эти Смутные Наши Времена 90-х годов А тут А тут вопрос Не в том Что даже Смутные Времена Вопрос В том Что какой У вас Рынок Где Вы Работаете Условно Если бы Латвия Была полна Месторождений Золота То независимо От того Какая Была бы Здесь Власть Здесь Была бы Сильная Школа И здесь Все равно Были бы Золотоискатели Специалисты По Редким Металлам Да По благородным Это было бы Все понятно Точно так же Как сейчас Есть у нас Здесь Специалисты Которые Могут проводить Инженерное Изыскание Ну потому Что для нас Вот Латвии Инженерное Изыскание Имеет Очень большое Значение Мы практически Прошу прощения На болоте Образ Говоря Стоим У нас Есть места Где Строить Какие-то Сооружения Вообще Не стоит Бессмысленно Дорожные Вопросы Дорожного Строительства Это все Имеет Большое Значение Для нас Вот здесь А в то время Это же была Часть Огромной Страны Представляете Себе Рижане Извне Мордео Отправлялись На Чукотку И они же Там и находили Месторождение Месторождение Олова Вот Ехали В экспедицию Провели Исследование То есть Весь вопрос Где вы Находитесь Какой у вас Рынок Чем вы будете Заниматься Поэтому Нельзя сказать Что допустим Вот Геологи Потеряли Квалификацию Интерес Они просто Ну Не настолько На виду Но Конечно Очень жалко Что рынок Схлопнулся Он стал Маленький В Литве Есть свои Специалисты В Эстонии Свои Специалисты И я И я Знаю Что Есть Местные Женцы Которые Уехали И работают Сейчас За Жем И в общем-то Неплохо Думаю Работают В тех же самых Соединенных Штатах Америки Ну Это люди Которые Работали Со Спингисом Или уже Более Молодое Поколение Ну Смотрите Если я Правильно Помню То Карл Сэр Спингис Кончался В феврале 87 Года Да Вот И Естественно Что Вот Сейчас Мне 60 Лет Значит Те Кто Пришел Работать Они А он Ушел на пенсию По-моему В 73 То есть Это поколение Тех Кому Сейчас 70 Плюс Вот Они С ним Работали Поэтому Я и хочу Сказать Что Очень важно Было бы Интересно Конечно Собрать Вот Эту Информацию Ведь Это же Была Очень Интересная Работа Вот Я сейчас Посмотрю Господин Доктор Ульс Например Огромную Работу Проводил Именно В интересах Латвии Это Как раз Были исследования Связаны С динамикой Наносов В Рижском заливе Вообще В Балтийском море Сейчас Мы едем Пытаем Что происходит Размывы берегов Это же Люди теряют Собственность Это Аварии Всевозможные Происходят И ведь это Будет развиваться Глобальное Потепление Не шутки Оно приводит К тому Что Море Начинает Пожирать Берег И вот Это Как раз И следовалось И это В свое время Начиналось С Пингис Сотоварис И мне кажется Что сейчас Как раз Самое время Открыть Старые Что называется Запасы Начать сравнивать Что было тогда Прошло полвека То есть Как раз Хорошее время Чтобы сравнить Динамику Процесса Я сейчас Все-таки В стороне От этой работы Но я так думаю Что если Сейчас копнуть Во-первых Не сомневаюсь Что есть люди Которые Это Интересует Либо точно Заинтересовало А с другой Сторона Это было бы Самым лучшим Если так сказать Памятником Трудам Вот И Спрингису И его коллегам Товарищам Которые Этим делом Занимались В 60-е годы То есть Если говорить О Спрингисе То у него Был дар Такой Ну Предвидение Что ли Или вот Люди Такого Научного Склада И люди С такой Биографией Исследовательской Они уже Приобретают Возможности Навыки Смотреть Вперед И прогнозировать И видеть то Чего другие Пока что Не видят То-то Как говорится Он же был Человек Совершенно Определенной Эпохи Дело ведь Все в том Что если Почитать Революционные Статьи Можно встретить Такие вещи О том Что царизм Не давал Мешал Развитию Всяких Новых Технологий Новых Идей И Очень многие Люди Поддержали Революцию В том числе Октябрьскую Революцию Февральскую Именно в расчете На то Что наступает Время Технократов Время Когда будет Внедряться Что-то новое Электричество Знаменитая Фраза Все ждали Радио Будет радио Будет счастье Радио появилось Счастья Нет Но это Ирония Горькая Ирония А факт Был в том Что Посмотрите И программа Электрификации России Гойл Роббелла Запущена Были запущены Другие программы Которые Сейчас мало Кто помнит И в том числе Геологические Люди Экспедиции Ферсмана На Кольской Полуостров Люди Впервые Появилась Вот идея Что нам нужно Много Всего Нового Сейчас трудно Поверить Но в 20-е годы Разрабатывались Электрические Трактора И электрические Плуги Вы представляете Ленину Показывали Электрический Плуг Который Пахал Понимаете То есть Это Ведь было Время И с одной стороны Мы упоминаем Гуманитарную Вот эту вот Катастрофу Которая Произошла В результате Революции Но с другой стороны Ведь была И техническая Революция Резкий Рывок И вот этот Резкий Рывок В технологиях Он требовал Огромного Количества Полезных Ископаемых И он Искал Нужны были Люди Которые Пойдут И найдут Эти полезные Ископаемые То есть Спрингис Это пример Как и Ферсман Например И многие другие Это люди Которые Умели Видеть Буквально Сквозь землю Они обладали Вот этим даром И они обладали Даром Вести за собой Людей Вот замечательное Есть Я всем Кто интересуется Этим вопросом Рекомендую Посмотреть Фильм Территория Причем Даже не старый А 2014 Или 2015 Сериал Который снимали В том числе С применением Там французские Операторы Или американские Там были Вот именно Передать Не просто Тяготы работы Но и вот эту Фантастическую Красоту Севера Я там был Я могу сказать Что это Это то с чем Мы вообще Даже плохо себе Представляем Как это выглядит Кстати Спрингис был Одним из Прототипов Героев Этого романа Куваева Вы увидите Где он работал И вы увидите Что он мог сделать То есть Он мог Поднять людей Заставить их идти Но главное Он пошел И двигался Вперед сам И там все И там все Время Упоминается У Куваева Эта Зменительная Фраза Героев Конрада Сделай Или умри Ну реально Когда температура Воздуха Минус 50 градусов И люди Делали И прокладывали Дороги И искали И шли Куда-то Да Это трудно Себе представить Но это было Именно так Это было Очень жестокое Время И люди Были жесткие И к себе И к другим Это факт Но дело все в том Что из всего Вот этого Оставались Специалисты Потому что просто Жесткий Жестокий человек Он же ничего не сделает Не найдет золота Или там Тот же самый Вольфрам Или олова Нет Тут же должен быть Человек Еще и Что называется Поцелованный Господом Макушку Вот Это должен быть Гений своего рода Гений не обязательно Который рисует Или танцует И они это в том числе Который видит Горы И он видит Что внутри Я учился У таких людей Я видел таких людей И это фантастические люди И вот Спрингельс Он приехал в Латвию Он как раз Увидел Можно сказать Латвию Как рентген Он увидел Какие у нее есть проблемы Что нужно искать Что нужно делать И он зажег И извините меня Пробил Вот создание Этого института Ну то есть Это был настолько Настолько была крупная фигура Что ему В рамках Латвии В рамках декана Факультета Или даже Я не знаю Ректора Или академика Было тесное Поэтому Его личность Она Пробила Как говорится Границы И Смогла Реализовать Проект Который Был ему Как говорится По плечу И Соответствовал Масштабу Этого человека Да Понимаете И что было Очень интересного С этим институтом Вот я работал Начинал работать В лаборатории Методики Инженерно-геологических Исследований Под руководством Доктора Евы Людвиговны Дзиньевны Но Это же Была Женщина Знаете Ну Ну вот Не хотелось бы Понимаете Вот Она Умела Организовать Производство Вот Это было Вот Сильнейшее Такой вот Очень Хладнокровный Такой вот Хладнокровный Человек Который Четко себе Представлял Как и что Нужно делать То есть Это вот Порядок Она Умела Создавать Порядок А в науке Очень важно Уметь Создавать Порядок Но особенно Если она Занималась Методологией То Это Как бы Ее основная Наверное Была Функция Чтобы Создать Правильную Методологию И по ней Уже Идут Следующие Которые Реализуют Эти методы И Находят Лаборатории Например Нашей лаборатории Исследование Вот именно Методику Мы разрабатывали Методики Это было Очень важно В нашем деле Важно Чтобы именно Были четкие Правила От которых Ни вправо Ни шаг вправо Ни шагу лев В лаборатории У нас Руководителем Был Евгений Юрьевич Шехтов Ну прекрасный Специалист И тоже Очень большой Организатор Я могу Долго Сидеть И вспоминать Этих людей Своих Бывших Коллег Которые Которые У меня Сейчас Остались В памяти Многие Слава Богу Живые Здоровые Которые Действительно Были Своего рода Драгоценные Камни Вот Сверхали Потому что При Ограниченных Ресурсах Они Создавали И находили Самые Интересные Решения Вот это Была Очень Большая Ценность Хорошо Спасибо Константин За Рассказ О ВНИИ Маргео Я думаю Что мы Еще Вернемся К этой Теме А в завершение Хотела бы Сказать Нашим Слушателям Что Ну вот Я сама Когда-то Познакомившись С личностью Спрингеса Написала О нем Статью Википедии Предлагаю Вам Обратиться К этой Статье Почитать О нем Но Важно Здесь Сказать Что Этот Человек Был не только Геологом Организатором Энтузиастом Но он был Еще и Философом То есть На закате Своей жизни Он обобщил Свои Наблюдения За природой За его Отраслью За его Жизнью В ряде Таких Философских Трудов Которые Наверное Стоило бы Может быть И перечитать И переиздать Вот Но Когда Это Произойдет И найдется Ли энтузиаст Другого Другого Поколения Который Смог бы Это Поддержать Это Конечно Вопрос Который Я обращаю И к нашим Слушателям Возможно Кого-то из них Это заинтересует Итак Сегодня мы В программе Очевидец Вспоминали Институт Который Перерос Латвию И Распространил Своё влияние Не только В бывшем Советском Союзе Но и Это был Всесоюзный Научно-исследовательский Институт Морской Геологии Сокращенно ВНИИ Моргео Он работал Его центр Находился В Риге А филиалы На практически Многих морях И северных И восточных А у нас Как эксперт Выступил В этой программе Наш уважаемый Всеми любимый Константин Рангс Программу провела Людмила Прибыльская Звукорежиссёр Родион Золотарёв Всего доброго До следующей пятницы До свидания Мы знаем Вы слушаете Радио Болтком